В Кыргызстан доставили белорусские лекарства для лечения пневмонии и коронавируса. Груз из пяти наименований препаратов подготовили в сжатые сроки. Ранее на встрече премьер-министров двух стран белорусская сторона выразила готовность предоставить Кыргызстану перечень отечественных лекарств, которые используют при лечении пациентов с пневмониями и COVID-19. Белоруссовый вал Гран-при Славянского базара по итогам двух конкурсных выступлений с композиции собственного сочинения «Светша» на стихи Максима Богдановича и мировым хитом Евы КСД Роман Волознев набрал 134 балла. Из фестивального Витебска победитель увез заветную лиру и 20 тысяч долларов. В Беларуси в этом году на Славянском базаре двойная победа. В детском конкурсе лучшей стала наша Ангелина Ломака. В Магинове проведут благотворительный концерт в поддержку бездомных животных. Фестиваль под выкрытым небом пройдет в воскресенье. Помочь питомцам можно будет кормом, лекарствами и игрушками во время мероприятия. Будет открыта небольшая торговая точка, где каждый желающий сможет приобрести еду для котов и собак. В Минске появятся пункты приема просроченных лекарств. Работать они будут во всех поликлиниках. Не исключено, что и в аптечной сети. Это социально-экологический проект. По словам специалистов, многие лекарства токсичны и пагубно влияют на природу, поэтому выбрасывать их в мусор не рекомендуют. Пункт приема лекарств, срок годности которых истек, уже заработал в одной из столичных поликлиник. Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов. В прошлом году их было на 7 меньше. Результаты теста по предмету уже доступны в личных кабинетах на сайте РИКС. В этом году сдавать его планировали более 17 тысяч абитуриентов. Из зарегистрированных не явились свыше 9%.